Приветствую, дорогие зрители, на канале Людмила Цыганкова. Разговариваем о жизни. Иногда я спрашиваю людей, что же такое жизнь. И говорят, кто говорит, что это школа, кто процесс существования, а кто дар, божественный дар. Да, прежде всего мы должны знать, что жизнь это не наша. Она нам дана как подарок. Это бесценный божественный подарок. И она может быть в каждый момент у нас отобрана. И опять же, мы должны об этом помнить и радоваться, что нам предоставлена такая возможность существовать, на этой прекрасной планете Земля. А для чего нам дана жизнь? Для развития, для совершенствования нашего и Вселенной тоже. Мы как те винтики в этом огромном, мудром, разумном, живом механизме и Вселенной. Имеем свои функции, имеем свое предназначение. Очень интересно в фильме, который мне нравится, с участием прекрасной актрисы Мэрил Стрипп. Фильм называется Defending your life. В обороне своей жизни говорится об этом. Концепция подобна до моей. Так вот, мы должны эту возможность очень ценить и быть благодарной за него и научиться. Научиться правильно, соответственно, по универсальным духовным законам. Плавать в таких огромных водах океана Вселенной. Конечно, при этом получая радость и радость и удовольствие. Жизнь – это школа. Да, это школа, в которой, прежде всего, наша энергетическая сущность, наша душа развивается, совершенствуется. Жизнь – это непрерывный творческий процесс. Значит, мы, которые созданы по образу и подобию Бога, тоже творцы. Мы тоже можем творить нашу реальность. Но только нам нужно научиться. И мы это делаем. Мы каждое мгновение бессознательно творим нашу жизнь. Мы как художники, которые рисуем на полотне, полотно – это жизнь, рисуем разными красками, и картина получается или приятная, веселая, радостная или грустная, неинтересная. Поэтому мы должны научиться сознательно творить эту реальность. То есть мы должны понять, как это делается, что такое сознание. И своим сознанием, своим вниманием, фокусируя внимание на объектах своих желаний, мечт, уже давая им таким образом толчок, чтобы они прорывались в реальный мир и стали реальностью. Этому можно научиться. Дают разные методы, имеются различные практики. Об этом тоже поразговариваем. Итак, чтобы правильно плавать в этом безбрежном океане Вселенной, правильно и с удовольствием и с радостью, мы должны понимать, что первое – жизнь – это бесценный, божественный подарок. Что жизнь – это школа, в которой мы совершенствуемся, развиваемся. Что жизнь – это непрерывный творческий процесс со своими универсальными законами, в которых, например, нет никакой случайности. Это эволюционный процесс. И жизнь складается с различных маленьких мгновений. И в каждое мгновение что-то отмирает, а что-то рождается новое. И, конечно же, мы должны знать, знать законы, знать правила, духовные прежде всего, правила. Потому что в жизни именно тонкий мир, духовный мир, руководит реальностью. Нам всё это нужно, всему этому нужно научиться, всё это нужно понять. И тогда мы сможем счастливо, радостно, эффективно и без аварий существовать в этом мире. Удачи! Всего вам хорошего!